Россия Дальновидный человек мог бы в то время подписать Мирный договор со старшим Алиевым И вернуть территорию Азербайджану Тем самым положить конец Карабахскому вопросу Однако он испугался Влиятельный дипломат был трусом В то время над ним нависла угроза Чуть позже преступные силы, которые формировались за спиной Вынудили его уйти в отставку Те люди, которые считают, что они одержали победу В Первой Карабахской войне Должны знать, что Армении помогла Россия Опять говорю, Левонтер Петросян Должен был тогда решить Карабахский вопрос Сейчас не было бы столько жертв Мы проиграли войну и потеряли целое поколение В наших бедах виноваты те люди Которые кричали, что победят в войне Что дойдут до Баку и не знаю еще куда дойдут Эти люди хотели одного Прийти к власти, чтобы грабить страну Левонтер Петросян должен был всех этих лжепатриотов И грабителей посадить в тюрьму И подписать с Гейдаром Алиевым мирный договор И сегодня наша страна была бы экономически развитой И мы не оказались бы в таком положении Хочу еще сказать, что в школах Армении Начали изучать азербайджанский язык Говорят, что хотят изучить язык врага Вместе с тем закрылись все школы Которые преподавали русский язык Сейчас азербайджанский изучают в Ереване Вскоре намерены включить изучение этого языка И в школах, которые действуют в регионах страны Сердж Саркисян был более опытен И мог бы решить эту проблему во время переговоров Весь мир говорил, что оккупированные территории То есть Джабраил и другие районы Должны быть возвращены Азербайджану Именно этого и хотела Россия Нам нужно быть честными с самими собой Россия помогла нам оккупировать Карабах Не из-за наших красивых глаз У нее были свои интересы После Россия неоднократно говорила Что необходимо вернуть территорию Азербайджану Существовал план Лаврова И Роберт Кочарян, и Серж Саркисян Были обязаны решить эту проблему Подписать этот план Однако они не пошли на это Хорошо помню тот день, когда Роберт Кочарян Приехал в Армению Вазгин Саркисян привел его на встречу С депутатами национального собрания Когда мы встретились, я заметил, что он в старых ботинках Тогда я подумал, что он такой же простой деревенский парень, как и я И сделает все возможное для страны И никогда не думал, что он будет грабить страну И впоследствии станет одним из богатейших людей Кавказа Он должен был служить нашему народу И решить все их проблемы Субтитры создавал DimaTorzok